Некоторые годы уже горы одного из гродинских интернатов были незадовольны якостью дороги в своем дворе. Добраться домой или проехать в поликлинику в этот магазин «Побач» было с правдой проблемой. После шматривания к взорву граждан, коммунальники приступили к ремонту проблемного участка. Однако потом работы раптом спинились. Наша здимущая группа разбиралась, почему. Ямы, велизарные лужи и потресканный асфальт. Так выглядала дорога «Побач с домом» на улице Гагарина, 18, корпус 3. По крытью оба отсутность яго не только псавала внешний выгляд двора. Ездить там было попросту небеспечно. Водители старались их этот участок по машинности обминать. Подвеску в машинах таких выпробований могла и не вытремать. Мешала очень билась подвеска в машине. Плюс, когда раздолбили ямы, ну, даже до раздолбления ям. Там, где мусорная площадка, после дождя образовалась лужа. До мусорной площадки невозможно было дойти, чтобы мусор выкинулся. Приезжаем сюда с детьми. Здесь и поликлиника, и перехмахерская. Вот мы здесь работаем. Машину поставить просто нереально. Проехать можно, попортить всю машину себе. Дорогу в этом дворе была давней проблемой. Калистина належала Гродзинской обыдковой фабрице. Позднее перешла у Володыню жреб Кострышнинского района. Однах годами заставала себе зналежные уваги. Жихары дома побач с проблемной дорогой протягивались вертаться у розной инстанции. И вот нарешті почался ремонт, и быца бы проблема стала вырешаться. Али раптом работы спынилися. Затем он на полторы недели примерно приостановился, начал звонить на горячую линию, узнавая, в чем дело. Сказали, что закончились поставки асфальта. Затем обратился на телерадиокомпанию Гродно, на горячую линию, и ремонт продолжился. Як потлумачили наші здимачній группі комунальники, питання з гейтой дороги не вирішалися по широку причин. Безумовно, головною ролью адыграв сезон. У приоритеті був запуск тепла. Где-то на недельку мы прорвались. По какой причине? Видимо, были более серьезные объекты, хотя надо отметить, что здесь действительно асфальтное покрытие было неудовлетворительное. Но вместе с тем, поскольку происходил запуск отопления, возможно, где-то надо было, действительно был раскопан двор, и надо было заасфальтировать, может, где-то порыв какой-то устраняли. Як рассказали же хары, им потлумачили причину спынення прац. Уся справа оказалась у поставках асфальту. У людей гэта выкликала з'явлення. Однак, кажуть, комунальники такое саправды махчыма. У осенне-зимовой пиры заводы значно знижаюць объем выпуску асфальту. Асфальт имеет определенную температуру, чтобы в такую погоду, при уже ниже 10 градусов, требует больше затрат энергоресурсов. Его становится нерентабельно использовать, и многие асфальтные заводы прекращают его выпуск, чтобы не уходить в убытки. Это сезонный в основном вопрос, что в связи с похолоданием прекращаются работы. Но для проблемного адреса в улице Гагары на 18 материалы все-таки знайшлися. Таким чином вырешуця шматгадовый головный боль гродзенцев, которые использовались что дня одним маленьким участком дороги, который создал большие проблемы. Эта первая выход с двора – простая задача. Если у вас есть подобные проблемы, обратитесь на горячую линию телерадиокомпании «Гродно» по телефону 4801-15. Продолжение следует...